Мы поехали в Москву. Мы поехали в Москву. А здесь прям общий пляж со всеми горками надувными, прыжками в воду, комплексные завтраки и обеды, сограждения. Это какая-то тут база, скорее всего. Доброе утро, друзья! Тащимся в поезде Ейск-Москва со скоростью около 40 км в час. Мой мопед едет быстрее. И уже это происходит на протяжении где-то двух часов точно. Вообще до Москвы осталось 230 км. А впереди у нас еще 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще 6 часов. То есть сможете себе представить, 230 км наш поезд должен преодолеть за 6 часов. Только тогда мы приедем в Москву. Поэтому я теперь понимаю, почему многие едут из Москвы или наоборот Москву со Староминской, в крайнем случае, Староминской станицы. Потому что там как раз ветка проходит, скоростных поездов. Они садятся на поезд Ейск-Москва. Это действительно туристический поезд. Вы можете ехать и обозревать окрестности, разглядывать каждый цветочек, дома, вот этих вот различных деревень. То есть все можно прекрасно разглядеть. Это туристический по сути дела поезд. Вот. Потом есть еще одно такое немаловажное. Кто будет ехать поездами по этой трассе. Не берите, старайтесь брать продукты питания непосредственно перед поездкой. Какие-то свои собственные. Потому что все, что вы возьмете пути на станциях, во-первых, там очень ограниченный выбор. Например, только вот стоят ларьки специальные такие. Обман, сплошной обман. Пирожок, допустим, с рисом. Там может быть ложка столовая риса без горки. Все котлеты из хлеба. Я никогда не видел таких котлет. Я знаю, что хлеб котлеты добавляют, но никогда не видел котлеты из хлеба. Там реально только хлеб с запахом мяса. Прямо котлету надрываешь, хлеб галили. То есть обман вообще ужасный. И причем цены на эти продукты просто заоблачные. Поэтому старайтесь брать с собой питание, а не покупать. Тем более, кстати, по ходу дела я понимаю, что в этом поезде у нас, скорее всего, нет вагона ресторана. Я даже не представляю. Вот такое непосредственно замечание. Скоро мы будем в Туле. Это будет через час. Хотя до Тулы там осталось совсем мало. И я попробую идти на перрон просто так отснять материал. Вот такой вот город оружейников Тула. Так как поезд стоит здесь час, то, соответственно, я буду немножко пображу. Привокзальная площадь Тула. Все приваловки просто завалены пряниками. Тульскими. Вот такие вот памятники на вокзале. Вокзал очень приличный, большой. Много есть магазинов, в которых вы можете что-то купить. Недалеко от вокзала поезд стоит час. Ну, подземный переход на нашу ветку, где стоит поезд Ейск, Москва. И везде тульские пряники, везде. Даже с мясом тульские пряники. Москва Ейск. Ну вот, ребята, мы в Москве. Как говорится, Маришка, сестра моей жены, в анафилактическом шоке от этого всего. То, что ей пришлось тут увидеть. Особенно в первый день, когда мы сняли с поезда и поехали в метро. Ну, а сейчас мы приходим к памятнику Жукова, как вы видите. И к нулевому километру. И увидим Красную площадь. Мне здесь доводилось уже бывать раза три, как говорится, со своей жизнью. Первый раз был в шестилетнем возрасте, когда отец меня возил. Ну и два раза в 2007 году. После этого я в Москве ни разу не был. Я вижу здесь новое здание построено. Для москвичей это, конечно, будет не событие. А для меня это событие, господа. Вот. Надо сказать, что на станице зелени побольше. Вот. Ну, хотя Москве тоже, кстати, надо отдать должное москвичам. У них зелени хватает на городских кварталах. То есть они все делают, чтобы зелень сохранялась. Это очень здорово. Ну, зайдем на Красную площадь, посмотрим на Владимир Ильича. Мы загадали желание на нулевом километре. Мариша тоже загадал. Вот. Ну и выходим на Красную площадь. И, как всегда, Мариша, тебе не повезло. Она закрыта, да? А нет, вроде бы заходить можно, но только до какого-то предела. Какая лепка была красивая. Какая лепка была красивая. Если бы я патриотическую песню здесь, на этой сцене, в Красной площади спел, то все. Кранты. Можно сказать, что жизнь удалась. Да? Вот. Теперь мы идем обратно. И у нас в плане посещения Александровского сада. Миссия Алекс М. Это мощного дерево. вlamицерской площадку... Так. Мы приходим. Приходим к Личты У seeking. Ну ладно. Идем беременном периоде... Так. Прораст bom. Идем. Миссия Алекс А. Смотришь, а там вода льется, а под нами магазины. Ну то что, тут все сделано на совесть, тут ничего не провалится. Тут даже пытались прыгать туда, видишь, там тепло бронированный. Может подхарапали, может пытались разбить. Здесь заседания были там под землей когда-то, потом открыли для всех, а здесь видать на реставрации эта хрень. Опять нарастили, раньше такого здесь не было, вот этого выступа, это они уже соорудили. И вот тот конек на крыше, это как раз на то, что на копейке нарисовано, на монете. Вот он, да, то есть на 50 копейках вот этот вот Георгий Победоносец, Гоша в простонародье. Обычно коллекционеры говорят на знак Георгия Победоносца Гоша, это Гоша. У них так все фамильярно. Столичное метро, мы на Добрындинской станции поднимаемся наверх. В метро постоянно есть какой-то ветер, и поэтому здесь жарко бывает только в поезде, а так, когда выходишь, все нормально, прохладно. Это Добрындинская станция, такая красивая, со звездами, и Ленин на стене. Мы где-то в центре Москвы, где-то между станциями метро Добрындинска и еще какой-то. Как вы думаете, где мы находимся? Вот такие парковые зоны Москвы. Мы высадились только что от метро, и мы сейчас идем на Воробьевы горы. К этим Воробьевым горам несколько дорожек. Есть он по низу для умных, а есть для таких, как мы, которые идут по какому-то трекеру, то ли для велосипедов, то ли для чего-то еще. Надо сказать, что это реально парк. Так, тут есть такие беседки. И вот какое-то зерцо по карте. Так, это Воробьевы горы, метро, канатная кресельная дорога, а это детская площадка. Идем на место клятвы Герцена и Огарева в этом парке Воробьевых гор. Сосны, великаны, скворечники, таблички повествующие, какие птицы здесь живут. У Пауна Воробьевых гор. Тут и силины, и синицы, и вороны, и врачи, и белки. И крысы тоже есть. Такие живописные скамеечки. И беседки, в которых мы сейчас попьем чай. Вот такая вот беседочка. О бля! Попьем чайку. Мы скакали там по велосипедным тропам на этой Воробьевых горах. Вышли на шикарное шоссе. Только что в лесу были. Идем к Воробьевым горам. К месту обозрения. А место встречи Ерцина с Огаревым. В трех словах примерно так. Встретились два подростка. И решили, что они вот... Николай II им очень не нравился. Они решили бороться с самодержавием. То есть с Николаем II поклялись на этой горе. Бороться. Среди вот до этого... Сосин. В тиши. Леса. Они решили с ним бороться. Вот так вот. Что делать с людьми Воробьевы горы. Поэтому заговорщиков надо искать не в городах, а в лесах. Сосин. Вот она смотровая площадка. Воробьевы горы. Ну вот мы идем обратно на метро. Дальше мы сядем... Вот сделали, видите, как сетку. И камни, чтобы не развались, и чтобы камни не тащили. Вот. И сядем на метро и поедем уже в центр. Думаю, что потом мы уже поедем на аэроэкспрессе в аэропорт. Скоро. Отправлять моришку домой. Москва, река. И вот эта станция метро Воробьевы горы находится прямо над рекой. Поезд придет оттуда. Вот такие зарядки предусмотрены для телефона на Павелецком вокзале. Мы сейчас находимся на Павелецком вокзале. Купили билеты на аэроэкспресс до Домодедова. Вот такой большой аэропорт до Домодедова. Еще новые терминалы строят. Все, Маришу отправил. Иду в Москве с Малой Ордынки на Большую. Хожу пешком. Большая Ордынка. Казачий перевод. Где-то около метро Полянка. Первый раз в своей жизни попробовал бургер большой. Эконмайзер или как он там называется. Ну так. Еда на один раз. Лучше постоянно его не есть. Вечерний бит около Павелецкого вокзала. Волгоград, Волгоград. Волгоград, Саратович, Саратович, Волгоградский. Курский вокзал изнутри. Какая-то станция неизвестная, но большая. Возможно, что это Липецк. Еду в поезде обратно с Москвы. Познакомился с очень интересными людьми. Об этом обязательно расскажу. И есть утверждение. Вот, кстати, тут возникли такие вот их замечания. Вот человек, который рядом со мной тут едет. Он сейчас пошел на станцию. Он утверждает, что он очень с малых лет ездит на Черное море. Ему уже достаточно много лет. И он считает, что Азовское море намного круче. Так что вот как хотите, так принимайте. То есть ему нравится больше Азовское море, не Черное. Также вот женщина едет тоже с детьми. Она везет детей на Азов. Именно на Азов. Она тоже была на Черном море. И они предпочитают Азов. Это просто вот их мнение. Поезд вот этот 561-й, который ходит Москво-Ейск, он детский поезд. Здесь очень много детей. Родители с детьми. Все везут детей на Азов. Купаться, загорать, дыхать. И, в общем-то, он достаточно медленный. Здесь нет вагона-ресторана. Неплохо. Пока едем. На станциях днем можно купить хотя бы что-то. Обратный поезд лучше, чем тот, который идет, наоборот, в съезд ко Москву. Там он останавливается как раз в таком временном, в диапазоне, где либо закрыто, либо купить ничего нельзя. Верни мальчику машину. Где мальчик? Мы едем в поезде сейчас. И вот я лишний раз убеждаюсь, что поезд находит как детский сад на колесах. Тут кругом они бегают счастливые. Они едут к югу, к морю. Это Алёна. Да, Алёна? Привет. Тут много детей сегодня бегало. Сейчас они, возможно, уже пообедали, позавтракали. Ой, уже пообедали, да, к вечеру. Поужинали и сейчас будут спать. Меняется игрушками. Здесь их полно. Поэтому поезд 561 Ейск Москва или Москва Ейск – это однозначно детский поезд. Поэтому тут, возможно, нет вагона ресторана, но кто бы туда ходил. Вагон ресторан – это развратное место для детей. Лучше домашнее. Вот. Все за столом. Познакомить с хорошими людьми. Ну, вот Олег. Вот он хотел попасть в ролик. А вот Алёна тоже приветствуется. Там кто-то появился. Вот. Ну, Дима, сын тоже. Вот. Это Лена. Вот. Это ее дети. Вот. Алёна, Дмитрий. Мы едем в купе. Проехали. Какой мы город уже? Уже не важно. Скоро наступит ночь. И утром наш поезд уже приедет. Кто-то пойдет на море купаться. Кто-то, как я, домой поедет. Дела свои домашние делать. Готовить оборудование. Возможно, что скоро будет концерт, о котором вы так часто спрашиваете. Вот. Подписчики некоторые. Поэтому я буду этот вопрос решать. И если мне будет назначена дата, я в своем ролике обязательно оповещу вас об этом. Потому что я хочу, чтобы в этот раз он прошел качественно по музыке. Потому что у меня для этого все уже есть. Вот. Ну и чтобы вы получили все-таки хорошее настроение от моего концерта. Ну пока вот все. Так вот закончились московские, московская поездка. С детьми все едут. Вот. قط